Овчинка выделки точно стоит. Именно так можно сказать о фермерах-овцеводах. Ведь в Дагестане овцеводство – одно из ведущих направлений развития отрасли животноводства. И по словам фермеров, окотная компания – прибыльная и очень ответственная пора. Самое тяжелое в чабанской работе – это, конечно, окот. Это у нас годовой доход тоже идет на купание, перегон, стрижка. Потому что это один, два, три дня бывает, а этот окот на месяц идет, и круглосуточно приходится дебюрить. По словам Ибрагима, сейчас главная забота для чабанов – это будущее поголовье, сохранение всего молодняка, который рождается. Обеспечение их необходимым молоком и кормом для полноценного развития. От этого зависит жизнеспособность хозяйства. Ну, с первого дня до 15 дней, вот так, каждый день у нас вот такая процедура бывает. И когда они начинают кушать, уже пускают вместе с матками на поле кушать. Пока матки-кормилицы до вечера пасутся на пастбище, огнята остаются в загоне. Так фермеры их приучают к поеданию кормов. Такая разлука до вечера позволяет овцематкам увеличить запас молока и огнятам меньше простывать и болеть. Как объясняют фермеры, одна из проблем в окотной компании – это непринятие овцематкой своего ягненка. У некоторых отсутствуют материнские инстинкты и приходится вынужденно сажать их в отдельную клетку для выявления этого самого инстинкта. Нам приходится вот специально в таких клетках дня 3-4 на неделю даже вот так сюда вечером кинуть, чтобы ягнята были сытые и они чуть повзрослели. Для чабанов зима хоть и была тяжелой, многие делятся, что остались в плюсе. По их словам, они успели вовремя запастись кормами и обеспечить нужный уход для своего поголовья. По моему стажу я не видел такой зимовки, такой нагрузки. Честно сказать, расходы были огромные, но остался прибыль по нынешним этим. Считаю, что зимовка в моей хозяйстве прошла нормально. Минсельхоз держит на постоянном контроле хода окотной кампании. Специалисты выезжают к фермерам, чтобы оценить ситуацию на месте и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются чабаны. Те руководители, которые отнеслись серьезно, независимо, что в этом году зимовка была как никогда тяжелой. Республика впервые встретили с такой засухой ветра, которые были. Поэтому мы предвидели, что будет тяжелая зимовка. Поэтому те руководители, которые готовились к зимовке, особенно заготовка кормов, они и пережили. После окота у фермеров начнется перегон овец на летние пастбища. Процесс этот не менее важный и ответственный. Алина Багилова, Даут Касанов, телеканал ННТ Кочубей.